Магаданская область В организациях нашего округа существуют различные формы поддержки для учеников. Наиболее доступные и действенные – это телефон горячей линии и непосредственно разговор с классным руководителем. Но были и единичные случаи жалоб на нападки со стороны одноклассников. К счастью, до открытой травли они не доходили, потому что администрация школы быстро реагировала и моментально решала возникшие проблемы. Конечно, самое главное для учителей и родителей – это профилактика и своевременное обнаружение этой ситуации. Более того, в целях распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних проводятся рекомендованные мероприятия, которые в основном направлены на предупреждение буллинга среди учащихся. Подробнее о действиях по предотвращению травли рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхнов. На постоянной основе муниципального уровня управления образования осуществляется мониторинг деятельности. О профилактике социального проведения учащихся есть специальная форма заполнения итогов этого мониторинга. Организация индивидуально-профилактической работы не только с учащимися, но и с семьями. Потому что там, где можно согласно руководить и унисилах определить зону риска, и первые признаки, так скажем, отражения буллинга на ребенке, может определить это себе. Поэтому это важное направление. И практикуется прежде всего проведение семинаров, занятий не только с педагогами, но еще и занятий с родителями. Также по поручению президента во всех образовательных организациях пересмотрят не только программы, но и подход к самому формированию воспитательной деятельности. Суть всего этого заключается в том, что нужно не только акцентировать внимание на возможности и роли классного руководителя, социальных педагогов, психологов, родителей, но еще и полностью пересмотреть воспитательную работу. Так, с нового учебного года Министерство образования будет не просто утверждать образовательную программу, но и направлять ее на рассмотрение определенной комиссии, где они уже будут тщательнее изучать каждую программу. Поэтому в тех школах, где были зафиксированы случаи травли или где есть риск ее возникновения, это обязательно будет учитываться при создании новой образовательной программы. Несколько последних лет комбинат зеленого хозяйства комплексно занимается восстановлением требующих ремонта контейнерных площадок. Во многих дворах областного центра эти специально отвезенные места вызывают обоснованные нарекания жителей. Но благодаря усилиям сотрудников КЗХ город меняется. Контейнерные площадки ремонтируют по жалобам магаданцев и по составленному на год плану. На протяжении четырех лет на комбинате зеленого хозяйства, согласно муниципальному заданию, мы занимаемся ремонтами контейнерных площадок. Начинали ремонт в первый год в семь контейнерных площадок. И уже мы дошли до сорока одной площадки по плану. Но нам еще и бывают такие, что добавляются по просьбам жителей, например, жалобы приходят, и мы выходим в первую очередь на такие площадки, где аварийные площадки выбираем, где сложный такой ремонт. Как вот у нас данная площадка, она была в очень сложном, серьезном состоянии, аварийная. Поэтому нам пришлось здесь работу произвести такую, мы полностью ее демонтировали, отсыпали. Некоторые площадки приходится восстанавливать практически с нуля. Везде, где проводятся ремонтные работы, сотрудники КЗХ устанавливают отсеки для крупногабаритных отходов. В текущем году ремонты контейнерных площадок начались в апреле, поскольку погода позволяла приступить к работам. На сегодняшний день комбинатом зеленого хозяйства отремонтировано уже шесть площадок и две в работе. Новый информационный сайт про молодежь запустило Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Как платформа он стартовал в начале этого года. На портале будут размещать положения о конкурсах, новости о прошедших мероприятиях, анонсы фестивалей и презентации интересных проектов для молодежи. На сайте представлены организации для девушек и юношей. Среди них спортивные секции, кружки, клубы по месту жительства. Такая информация будет интересна и детям, и их родителям, отмечают организаторы. В принципе, платформа еще очень молодая, мы только-только ее запустили. Поэтому, если просто у обычных пользователей будут возникать какие-то предложения, вопросы по внесению изменений, там есть форма обратной связи, мы все принимаем, все рассматриваем, абсолютно все предложения принимаются. Проект про молодежь создан за счет средств бюджета муниципального образования город Магадан. В дальнейшем специалисты планируют развивать сайт. Популяризация портала сыграет роль в притяжении молодежи к социально-общественным мероприятиям, отметили специалисты. Над сайтом работала команда отдела по делам молодежи, управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана совместно с IT-специалистами. Если у магаданцев есть интересные предложения новых проектов, об этом необходимо написать на сайт mallmagadan.ru. В письме необходимо указать имя, электронную почту, тему и само сообщение с предложенной идеей. Детский центр «Клевер» Детский центр «Клевер» могут посещать ребята с любых районов города, от 7 до 18 лет. Дети, которые хотят весело и увлекательно провести лето, но которые так и не смогли получить путевку в лагеря, занимаются в данном клубе. В летний период здесь проводят в основном развлекательную программу. Но с сентября главной задачей будет являться получение дополнительного образования. Так у ребят появится возможность научиться чему-то полезному не только в школе, но и в свободное время. Самое главное, что педагоги стараются максимально разнообразить образовательную программу, чтобы у детей возникло искреннее желание находиться в центре и обучаться. У нас каждая неделя посвящена чему-то. Та неделя была посвящена мультфильмам. Мы обучали детей создавать мультики, лепить мультики. Также следующая неделя у нас планируется блогерство. То есть мы будем учить их снимать, фотографировать. Также будем с контентом различным их ознакомить. Кроме этого, в центре работают не только взрослые, уже получившие профильное образование, но и те, кто только получают его или же вовсе находятся в поиске идеальной профессии для себя. Дмитрий Пинчевский в свои 14 лет решил первый раз устроиться грузчиком в клевер. Но судьба сложилась так, что в итоге он помогает педагогам проводить различные мероприятия и конкурсы. Сегодня я был судьей, помогал организовывать это все в самом начале. Ну, в общем, рабочий день выдался не ослабо сложным, но в прошлый раз было чуть посложнее. В прошлый раз у нас возникли кое-какие проблемы с оборудованием, и у нас не получилось провести. Поэтому мы какой-то там конкурс перенесли просто, но мы его провели. Сегодня прошло мероприятие под названием «Батл Попыт». Попыт – это новый антистресс, который за короткое время набрал большую популярность среди детей. Перед тем, как начать играть, педагоги провели веселую разминку. Во время всего конкурса ребята усердно старались выиграть. И несмотря на то, что это было состязание, все участники дружно болели друг за друга. После подведения итогов всем детям вручили утешительные призы – сладости, а победителям подарили больший шоколад. Мне понравилось то, что мы сегодня соревновались, играли. Мне это очень сильно понравилось. И я еще заняла первое место, я так этого ждала. Приход лета в Магадан жители областного центра связывают не только с теплой погодой, но и с преображением столицы Колымы. Все вокруг зеленеет на глазах. Но если большая часть зелени начинает радовать колымчан, просто подчиняясь законам природы, то клумбы, железобетоны и металлические вазоны, подвесные кашпо и композиции в интерьере города возникают благодаря труду и заботе работников комбината зеленого хозяйства. Наконец-то распогодилось. Сотрудники нашего учреждения продолжают украшать наш любимый город цветочками. Работа спорится. Идем с небольшим опозданием. Но я думаю, что мы наверстаем упущенное и к назначенному времени город заиграет прекрасными красками наших замечательных колымских цветочков. В районе магазина «Пассаж» по проспекту Карла Маркса и в сквере по проспекту Ленина-2 будут установлены подвесные кашпо. Всего более 100 штук. Различных клумб в десятках общественных мест областного центра высадят на площади свыше 4,5 тысяч квадратных метров. Железобетонных вазонов 102 штуки, металлических 67, пластиковых 56. Объемы серьезные, сроки ограничены. Но команда комбината зеленого хозяйства – коллектив профессионалов. Поэтому съемочная группа «Вечернего Магадана» после выезда на участки цветочной работы уверенно заявляет, «Магадан очень скоро станет нарядным и ярким». Редактор субтитров А.Семкин